Крошка Антошка ТВ представляет Вот железнодорожная станция. Мы должны найти поезд, который ждут на этой станции. Вот его силуэт. Посмотри внимательно, этот ли поезд ждут на станции? Нет, конечно. Пускай едет дальше. Как ты думаешь, похож? Нет, это другой поезд. А может, этот поезд ждут на станции? Грузовой вагон очень похож. Все же локомотив совсем другой. Подъезжает еще один поезд. Это локомотив с цистерной. Это не тот поезд. Так, посмотрим внимательно. Очень похож. Но это не наш поезд. Ищем дальше. А ну-ка сравни с силуэтом. Точно! Вот он, поезд, который давно ждут на станции. В этой серии будет много интересных игр и викторин. Знаешь игру «Четвертый лишний»? Давай поиграем. Лыжники весь день провели в горах. Свежий воздух и крутые склоны. Они долго катались, а теперь возвращаются домой. Посмотри внимательно на эти поезда. На каком из них поедут домой лыжники? На этом поезде. Это пассажирский поезд. Все остальные – грузовые поезда. Поезд прибыл. Можно ехать. Как вы уже поняли, пассажирские поезда нужны для того, чтобы люди могли путешествовать. Поезда едут быстро и далеко. Бывают дальние поезда. Такие могут находиться в пути по нескольку дней. А есть и поезда пригородные. На них едут не очень далеко. Давай сыграем в игру для настоящих сыщиков. Секретный код. Вот едет поезд. Смотри, локомотив тянет за собой вагоны. У нас есть сцепленные вагоны. Найди тот самый локомотив, который приведет в движение поезд. И чтобы выполнить это задание, вот секретный код. Используй стрелочки и пройди путь к нужному локомотиву. Давай сверим ответы. Первая стрелочка вниз. Еще раз вниз. Стрелочка вправо. И снова вниз. Продвинемся еще на одну клеточку вправо. И еще раз вправо. Последняя стрелочка вниз. Вот этот локомотив. Локомотив — это машина. У него есть мотор. Поэтому он может самостоятельно передвигаться по рельсам. А вагоны сами двигаться не могут. Поэтому сцепку вагонов тянет локомотив. Следующая игра — настоящий тренажер для памяти. Найди пару. А ты знаешь, что память можно тренировать так же, как и мышцы специальными упражнениями? Вот несколько карточек по две одинаковых. Посмотри внимательно и запомни, как они расположены. А теперь покажи, где вторая такая же карточка. Вот она. Попробуем еще разок. Вспомни, где ее пара. Здесь. И еще раз. Где такая же картинка? Точно. Потренировали память, а теперь... Давай узнаем что-то интересное в игре «Верно-неверно». Знакомьтесь, это путевой обходчик, работник железной дороги. Верно или неверно, что обходчику нужен отличный слух. Верно! Путевой обходчик или монтер пути — это такая профессия. Он осматривает и простукивает путевым молотком колеса и железнодорожные пути и внимательно прислушивается к звону металла. Так он проверяет, все ли исправно, не надо ли что-то срочно починить. Вот зачем ему хороший слух. Вот большой город. А вот силуэт машинки. А какой машинки? Давай поищем вместе. Эта машина подходит? Нет, силуэты красная машинка разные. А значит, ищем дальше. Вот приехала еще одна машинка. Ой, она не подходит. Да и вообще она едет в другую сторону. Посмотри на форму следующей машинки. Как ты думаешь, это ее силуэт? Нет, не ее. Может, этот автобус потерял свою тень? Нет, тени автобус слишком разные. Едет еще одна машинка и снова в другую сторону. Это не ее силуэт. А тебе нравится угадывать силуэты? Давай проверим не это ли машинка потеряла свою тень? Очень похоже. Все же форма машинки другая. Как ты думаешь, сможем ли мы найти нужную машинку? Конечно, сможем. Красная машинка это твой силуэт? Да, ребята, мы нашли ее. Это городская машинка. Как интересно помогать машинкам искать свою тень. Так, это пустыня. А вот и силуэт какой-то машинки. Давай смотреть внимательно на проезжающие машинки. Эта машинка подойдет? Немного похоже. Но это не она. Посмотри на форму этой машинки. Она совсем другая. Это точно не ее силуэт. Какая необычная машинка приехала. Но она нам не подходит. Ребята, сможем ли мы найти нужную машинку? Вот едет еще одна. Сравни ее с нашим силуэтом. Конечно, эта машинка и силуэт одинаковой формы. Машинка-внедорожник. Мы так долго тебя искали. У нас все получилось. Мы молодцы. Вот силуэт машинки. Давай узнаем, что это за машина. Но сначала подпишись на канал Крошка Антошка ТВ. Спасибо. А теперь начнем. Вот машинки. Какая же нам подойдет? Может, эта? Нет, бульдозер выглядит совсем не так, как наш силуэт. Может, этот трактор подойдет? Нет, это не он. А машинка-пикап? Не подходит. Может быть, это силуэт школьного автобуса? Да нет. Ну, а эта машинка подойдет? Точно! Это же мини-трактор. мини-трактор. Вот еще один силуэт. Давай искать, чей он. Это козочка? Нет. А ну-ка, Это не кабан. Может, это лось? Ведь у него же есть рога. тоже не подходит. Остался только медведь. Но это не медведь. Чей же это силуэт? Непонятно. Нужны другие животные. Может, это овечка? ой, нет. А может, это лошадь? Нет, не лошадь. Попробуем еще раз. Верно! Это же корова! Долго же ты, коровка, от нас пряталась. Играем дальше. Что это висит на ветке? Может, клубника? Ну, конечно же нет. Может, это гроздь винограда? Нет. Это черешня. Лето! Какое чудесное время года! Особенно хорошо летом приехать на ферму. Летом можно радоваться солнышку и теплым денькам. Летний ветерок перебирает листочки деревьев, поспевают фрукты. Как много разных домашних животных можно здесь увидеть. А еще столько разной сельскохозяйственной техники. Задачка про лето. Найди лишнее. Вот карточки перевертыши. Посмотри внимательно на картинки. Какой из этих предметов летом нам не пригодится? Верно! Шуба здесь лишняя. Летом шуба не нужна. поиграем в Блиц викторину. Отвечай быстро. Правда ли, что летом мы катаемся на санках? Это неправда. Правда ли, что коровы умеют летать? Это неправда. Коровы не летают. Правда ли, что фермеру в хозяйстве нужен трактор? Конечно, это правда. А теперь потренируем внимательность и сыграем в «Подходит не подходит». «Подходит»? нет. Нет. это тоже нет. Подходит? Не подходит. А вот так подходит. Это свинья. свинья домашнее животное. Тельце у свиньи упитанное, крепкое. У нее большие ушки, а нос приплюснут. Он называется пятачок. Вот снова половинка картинки. Подходит? Нет. нет. А так? Нет. Попробуем еще раз. Вот так. Это кролик. Кролик маленький пушистый домашний зверек. Смотри, какой он милый. У кролика длинные ушки и маленький пушистый хвостик. Играем дальше. Подходит? нет. А так? Тоже нет. А так? Да, это лошадь. Лошадь красивое, большое и сильное животное. Люди одомашнили лошадей давным-давно. А ты знаешь такую игру для настоящих сыщиков? Найди и сосчитай. На этой картинке спрятались веселые арбузы. Найди их и сосчитай. Сколько арбузов ты видишь? Если ты нашел четыре арбуза, хорошо, присмотрись и обязательно увидишь остальные. Если насчитал пять арбузов, ты очень внимательный. Ну, а если нашел на картинке шесть веселых арбузов, ты просто гениальный сыщик. Вот они, все веселые арбузы. Ммм, арбузы такие сладкие и сочные. С самого рассвета трактор начинает работу на ферме. С утра пораньше ему надо покормить коров, а значит, надо взять прицеп и поехать за сеном. Это как утренняя зарядка для трактора. Смотри, какой он бодрый. А ты делаешь утром зарядку? А вот и сено. Его нужно загрузить в прицеп. Отлично! трактор едет отвозить сено. Коровки наверняка проголодались и уже заждались. Трактор очень спешит. Он ответственный и понимает, что медлить нельзя, ведь его ждут. А вот и коровки. Разгружаем сено. Какой молодец трактор, что привез коровкам сено. Слышишь, коровы мычат. Это они благодарят трактор. А у трактора еще много других дел. Он должен помочь своему другу, зеленому трактору, вспахать поле. Ох, как тяжело работать в поле. Но мощные машины справятся. Не зря говорят, трактором пахать, не лопатой копать. Знакомьтесь, ребята, это фермер. Ему тоже срочно нужна помощь нашего трактора. Какой богатый урожай яблок. Но одному тут не справиться, даже если у тебя огромный прицеп. На этот раз нашему трактору понадобится помощь друзей. Вместе со своими друзьями, другими фермерскими тракторами, они вывезли все яблоки из сада. Даже если ты очень самостоятельный и трудолюбивый, надо помогать другим и самому не стесняться просить о помощи. смотри, это тень какой-то машинки. Может, это грузовичок? Нет, это не его тень. Вот едет еще одна. Какая необычная машина. Это ее тень? Нет, не ее. Ищем дальше. может быть, эта машинка подойдет? Хотя нет, совсем уже она маленькая. Вот подсказка. Эта машина имеет отношение к школе. Ой, смотри, школьный глобус на колесах. Смешно, но глобус не подходит. Давай искать дальше. Интересно, а этот автобус подойдет? Конечно, это тень школьного автобуса. Каждый день люди пользуются разными видами транспорта. Про какой из них будет этот мультик, ты скоро узнаешь. Подпишись на канал Крошка Антошка ТВ. Спасибо. Ну что ж, начнем. Посмотри на эти картинки. Покажи, какой из этих видов транспорта перевозит пассажиров по рельсам. Это внедорожник? Нет. А трактор? Это не пассажирский транспорт. Корабль перевозит много людей, но не по рельсам. Верно, это поезд перевозит пассажиров по железной дороге. Это пассажирский поезд. Он идет по рельсам. Ну теперь совсем не сложно догадаться, о чем наш мультик. Давай поиграем в лабиринт. Вот по рельсам мчится поезд. Он спешит на станцию. Помоги поезду найти правильную дорогу до следующей железнодорожной станции. Поезд должен проехать так, чтобы не попасть в тупик. Это непростое задание. Если не успеваешь, поставь видео на паузу. Вот дорога, по которой поезд попадет на станцию, а тебе удалось ее найти. Поиграем в верно-неверно. Вот пассажиры и поезд, на котором будут путешествовать пассажиры. Верно ли, что поезд может передвигаться со скоростью 300 км в час? Верно. Такой поезд называется высокоскоростной поезд. Как ты думаешь, что быстрее, легковая машина или высокоскоростной поезд? Да, высокоскоростной поезд быстрее. У него скорость выше, чем у легковой машины. А вот гоночный автомобиль мог бы посоревноваться с высокоскоростным поездом. Но об этом поговорим в другом мультике про машинки Крошки Антошки. Следующая игра «Найди пару». Попробуй найти два одинаковых трамвая. Вот они, два одинаковых трамвая. Трамвай – это городской пассажирский рельсовый транспорт, звонко бежит трамвай по рельсам и перевозит пассажиров по всему городу. Наше следующее задание «Выбери цвет». На картинке три электропоезда. Покажи, какой поезд красного цвета. электрик отлично! Вот он, красный электропоезд. Электропоезд тоже рельсовый транспорт, но движется он благодаря электричеству. Его еще называют электричка. Энергию для движения электропоезд получают из электросети. Видишь, стал бы и провода вдоль пути. А передается электричество к мотору поезда через специальный токоприемник на крыше моторного вагона. Нас ждет еще одна игра «Карточки-перевертыши». Вот наши карточки. Покажи, на какой карточке нарисован пассажирский транспорт, который едет по рельсам. Конечно, вот он! это рельсовый автобус. Его еще называют автоматриса. У него есть свой двигатель, и ему не нужен локомотив, чтобы передвигаться. Это космос. А это космодром. Место, откуда взлетают ракеты в космос. космос. Космос – это пространство вокруг нашей планеты, которое заполнено кометами и другими планетами, звездами и галактиками. Это такие огромные скопления звезд. Внимание, вопрос! Как ты думаешь, какая из этих планет планета, на которой мы живем? не это и не это и точно не это. Правильно! Это наша планета. Планета Земля. Земля – третья планета от Солнца. Земля крутится вокруг своей оси. А еще Земля крутится вокруг Солнца. У нашей планеты есть естественный спутник. Он называется Луна. Вся Луна покрыта кратерами от ударов метеоритов. Луна крутится вокруг Земли. Кстати, она всегда повернута к Земле только одной стороной. Планета Земля – уникальная планета. Благодаря воде и кислороду на Земле существует жизнь. Густые леса и сочная трава – это все живые растения. А еще на Земле живут много разных животных и множество птиц живут на нашей планете. Океаны и моря нашей планеты тоже полны жизни. Давай слепим Землю и Луну из пластилина. Какие цвета нам для этого понадобятся? выбери правильную картинку. Верно! Наша Земля очень красивая планета. И чтобы ее слепить, мы используем голубой, зеленый и белый пластилин. А из желтого пластилина мы слепим Луну. зеленые кусочки пластилина тонким слоем налепим на голубой шарик. Вот получились континенты и океаны. Затем из белого пластилина сделаем облака. Немного подправим форму нашей поделки. А теперь возьмем желтый шарик. Луну сделать проще всего. Просто наделаем кратеров на ее поверхности. Вот что у нас получилось. Мы узнали так много интересного про нашу планету. А еще мы научились лепить Землю и Луну из пластилина. И теперь вокруг нашей пластилиновой Земли крутится пластилиновая луна. Как хорошо! Подпишись на канал Крошка Антошка ТВ. Здесь много интересных мультиков. А мы начинаем! Угадай профессию. Покажи, на какой картинке человек, чья профессия управлять поездом. машинист Вот он, машинист поезда. Посмотри внимательно на эти две картинки. На какой из них нарисовано рабочее место машиниста? Правильно! Вот кабина локомотива. В этой кабине находится машинист. Отсюда он управляет поездом. Раньше во времена когда вагоны тянули паровозы машинист не только управлял поездом, но и поддерживал огонь в топке паровоза. Машинист поезда очень нужная профессия. Представляешь сколько людей могут путешествовать и сколько очень нужных грузов можно перевозить далеко-далеко благодаря тому, что есть такая профессия машинист поезда. Покажи кто чинит водопровод. Верно! Это водопроводчик. Если в доме протекает водопровод, вызывают водопроводчика. Водопроводчика еще называют слесарем-сантехником. Он обязательно устранит протечку. Водопровод это очень сложная система. Не каждый справится с этой работой. Помоги водопроводчику найти нужное соединение, чтобы вода потекла из крана и из душа. Ты нашел нужное соединение? Вот оно! Молодец! Смотри, вода пошла! Водопроводчик очень нужная людям профессия. Как ты думаешь, на какой картинке нарисован артист, играющий сценки без слов? Вот этот артист! Он называется Мим. Вот на сцене три мима. Каждый показывает сценку без слов, пантомиму. У кого из мимов удивленное выражение лица? У первого мима? А может быть, у второго мима? Или у третьего мима удивленное выражение лица? Ты его уже нашел? Правильно! Третий мим удивлен. Мим это артист, который вместо слов использует движение тела, а сценки, которые он показывает, называются пантомимы. Пантомима это театральное искусство, и белый грим на лице у мима не просто так, а чтобы зрителям лучше были видны его эмоции. в этом мультике мы узнали про три интересные профессии. Это машинист поезда, водопроводчик и мим. Они делают свою работу и так помогают людям. вот силуэт какой-то машинки. Может даже этой желтенькой? А, нет, это другая машина. Едет еще одна машина. Подойдет ли она? Нет, она слишком высокая. Давай дождемся другой машины. Как думаешь, это ее силуэт? Нет, конечно, она маленькая. может силуэт от этой машины? Она тоже не подходит. А вот эта машина подойдет, как думаешь? Мы нашли чей это силуэт. Электромобиль. Электромобиль или электрический автомобиль приводится в движение благодаря электрической энергии. Самые важные детали электромобиля это электрический двигатель и аккумуляторная батарея. Электромобиль это автомобиль будущего. Он проще устроен. В нем меньше механизмов, чем в обычных машинах с двигателем внутреннего сгорания. А значит, в нем меньше деталей, которые могут поломаться. Поэтому считается, что электромобиль более надежный. И в недалеком будущем весь транспорт будет электрическим. Давай проверим внимательность в задании «Найди правильное». Посмотри внимательно на картинки. Покажи, на какой картинке подземный электрический транспорт. Это пригородный поезд? Нет. А может быть паровоз? Он тоже не электрический транспорт. И не трамвай. Он электрический, но не подземный. Правильно! Вот картинка с подземным электрическим транспортом. Этот транспорт называется поезд метро или поезд метрополитена. Это электрический городской транспорт. Ходит он по железным рельсам, обычно по специальным подземным тоннелям. А теперь поиграем в веселую игру «Найди фигуру». вот огромный склад. Машины привозят и увозят отсюда коробки с разными грузами. Вот едет электрический погрузчик. Он везет ящик. Видишь, на нем нарисован зеленый треугольник. Надо найти его место на складе. смотри внимательно на полки и попробуй догадаться, где место, подходящее для этого ящика. Как ты думаешь, можно поставить наш ящик на этот стеллаж? Нет. Здесь полки для других ящиков. Вот еще один стеллаж. Оставим ящик здесь? Нет. На верхней полке стоят коробки с треугольниками, но они синие. Едем дальше. Вот еще полки с ящиками, посмотри. Конечно, здесь есть полка для ящиков с зеленым треугольником. Молодцы! Мы помогли электропогрузчику найти место для ящика. Вилочный погрузчик это колесный транспорт для складов. Он работает от аккумулятора и его еще называют электропогрузчиком. Он может поднимать груз на нужную высоту. Его двигатель не вырабатывает вредных выхлопных газов, поэтому электропогрузчик прекрасный транспорт для работы в закрытых помещениях. Логическая задачка верный путь. Вот четыре железнодорожных пути. Внимание, вопрос. По какому пути сможет проехать электропоезд? Верно, по третьему. Вдоль этой железной дороги стоят электрические столбы, от которых к поезду подается электричество. Именно по этому пути проедет электропоезд. Другим поездам не электрическим, чтобы двигаться не нужны электрические сети вдоль дорог. А вот электрический поезд без контактной сети не сдвинется с места. Чтобы понять, проезжают ли по какой-то железной дороге электропоезда, присмотрись, есть ли вдоль путей столбы с контактной сетью. Такие пути для электропоездов строят даже на железнодорожных мостах. Видишь, по мосту едет электропоезд. Даже пересекая реку по мосту он получает электроэнергию от контактной сети. У нас еще одно задание. Будем проходить лабиринт. Вот электромашина. Ей надо зарядить аккумулятор. Это электрическая зарядная станция. Это бензиновая колонка. А это дизельная заправка. Помоги электромобилю найти нужную дорогу. Если хочешь, поставь видео на паузу. Ну что, нашел? Правильно! Вот дорога к зарядной станции. На электрических зарядных станциях машины не заправляют жидким топливом, а заряжают электричеством. Смотри, на обычной заправке заправочный пистолет вставляют в горловину бака и заправляют его топливом. На зарядной станции к машине подключают специальный разъем и заряжают батарею. Вот как это выглядит. Открываем лючок, вставляем электрозарядный разъем и оставляем автомобиль заряжаться. Электромашина может заряжаться несколько часов. Многие владельцы электромобилей оставляют машину заряжаться на ночь. Ну что ж, электромобиль заряжен. Отсоединяем разъем, закрываем люк, можно отправляться в путь. Вот пожарная машина. Подпишись на канал Крошка Антошка ТВ и мы узнаем, кто поедет на ней тушить пожар. Угадай профессию. Покажи, на какой картинке тот, кто тушит пожары. Верно! Пожарный тушит пожары. Как ты думаешь, какой из этих предметов пожарный не возьмет с собой на пожар? Правильно! Дорожный чемодан ему не пригодится, а шлем, огнетушитель и пожарный шланг он обязательно возьмет с собой. Все пожарные заранее готовят все, что им пригодится во время пожара. Они проверяют, все ли исправно в пожарной машине. Ну вот, пожарный автомобиль готов к работе. поступил вызов на пожар. Бегом в машину. Каждая минута дорога. Пожарный расчет занимает свои места в машине. Скорее в путь! Как хорошо, что пожарные успели все приготовить заранее. Видите, ребята, даже когда нет пожара, у пожарных есть работа. Повсюду дым, значит, мы приближаемся к месту пожара. Пожарные прибыли и сразу начинает тушить пожар. Какая опасная работа! Но пожарные справятся, огонь будет потушен. Угадай, кто здесь шахтер? Правильно! Вот шахтер. Он работает в шахте. Как ты думаешь, что шахтеры добывают в шахтах? Драгоценные камни, руду или пирожные? Пирожные? Нет, конечно! А вот руду и драгоценные камни шахтеры действительно добывают в шахтах глубоко под землей. шахтеры 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 это тяжелая и опасная профессия. Смотри, с помощью отбойного молотка шахтер добывает полезные ископаемые в забое. забой это место в шахте, где работает шахтер. С помощью своего инструмента он откалывает куски от породы, затем их грузят на вагонетки. Это специальные тележки на колесиках и вывозят в них на поверхность земли добытую ценную руду. Не всюду в шахте бывает достаточно освещения, поэтому перед тем, как спуститься в шахту, каждый шахтер надевает на голову каску с фонариком. Этот фонарик освещает дорогу в шахте и место работы шахтера. Представляешь, большую часть своего времени шахтеры проводят глубоко под землей, выполняя сложную и опасную работу. Вот такая нужная профессия шахтер. Смотри, это машинка такси, а вот на картинке автобус, вот люди едут на электросамокатах, скутерах и моноколесе, вот троллейбус, троллейбусе, это трамвай едет по рельсам. А вот по морю мимо тропического острова проплывает большой корабль. Скажи, какой из этих видов транспорта не городской транспорт? Правильно, морской корабль мы уберем с картинки. Ведь это не городской транспорт. Жизнь в городе невозможно представить без транспорта, ведь в городе людям так важно быстро передвигаться на большие расстояния. Расставь правильно транспорт. Вот картинка, а на ней силуэты городского транспорта. Расставь правильно по своим местам каждый вид транспорта. Давай найдем силуэт машинки такси. Это очень просто, правда? Вот ее силуэт, он самый маленький. Вот трамвай, где его силуэт? Обрати внимание на мелкие детали транспорта. Вот силуэт трамвая, верно. А вот троллейбус, где его место на этой картинке. Посмотри внимательно. Точно, вот его место. У нас есть еще и автобус. Ты видишь его силуэт? Конечно, вот он. А это поезд метро. Какой он большой. А вот и его силуэт. Он самый крупный на картинке. У нас получилось правильно расставить городской транспорт на картинке. Давай повторим. Автобус. Это городской пассажирский транспорт. У него мощный мотор. Он перевозит по городу пассажиров от остановки до остановки. троллейбус. Он очень похож на автобус, но у него электрический мотор. А электричество он получает через штанги токоприемника на крыше от электрических проводов. Трамвай. Это городской электрический транспорт, который едет по рельсам. Электричество он тоже получает по проводам через токоприемник на крыше вагона. Метро. Поезд метро едет по рельсам отдельно от другого городского транспорта по специальным тоннелям. Такси. Это легковая машина. Она перевозит пассажиров в любую точку города, туда, куда им нужно. А теперь давай разгадаем загадку. По одной широкой рельсе едет поезд быстро-быстро. Что же это за чудо-поезд? Спросим мы у машиниста. Это поезд монорельс. Монорельс это пассажирский вид транспорта, который передвигается только по одному рельсу. А теперь попробуем решить задачку два колеса. Вот заряжаются городские электромашины. Найди и покажи на картинке только двухколесный транспорт. Посмотри внимательно. А вот и правильный ответ. Давай узнаем, что же это за двухколесный электротранспорт. Двухколесный электротранспорт, вот например электросамокат, это очень удобный транспорт. На нем можно быстро и комфортно передвигаться по городским улицам. Этот вид транспорта очень популярный из-за своей простоты. Он легкий и удобный. На электросамокатах и гироскутерах можно выходить всей семьей на прогулки. Кстати, электротранспорт экологичный, он не загрязняет окружающую среду. Давай поиграем в недостающий пазл. Чтобы эта картинка с поездом метро была целой и красивой, не хватает одной маленькой части. Посмотри внимательно на эти два пазлика и выбери правильный, подходящий для этой картинки. Вот недостающая часть картинки. Отлично! Красивая картинка получилась. Ребята, нам так весело было вместе решать интересные задачки. Мы потренировали внимание и память использовали логику и воображение. А еще узнали, что городские виды транспорта бывают очень разными. Это едет грабитель на гоночной машине. Подпишись на канал Крошка Антошка ТВ и ты узнаешь, кто за рулем полицейской машины ловит преступников. Угадай профессию. Посмотри внимательно на картинки. Как ты думаешь, кто ловит преступников? Верно! Полицейский ловит преступников. Полицейские это смелые, отважные люди. У них опасная работа. Они защищают нас от преступников. Целый день на полицейской машине они патрулируют город. И как только был получен экстренный вызов об ограблении, полицейские устремились в погоню. По двой полицейской сирены они смело выполняют свою опасную работу. Да, иногда догнать преступника бывает не так-то уж и просто. Преступник хорошо подготовился и на гоночной машине уходит от погони. Давай поможем полицейским найти грабителя. Посмотри на карту города и найди место, где спрятался грабитель. Нашел? А теперь помоги полицейским выбрать верную дорогу к этому месту. Ну что ж, отлично! Вот верный путь к месту, где прячется грабитель. Полицейские начинают задержание. Преступники, берегитесь, вам не уйти от полиции. вот строится дом. Но чтобы построить дом, его сначала надо придумать. Ты можешь найти и показать, кто придумывает, как будет выглядеть будущий дом. Вот! Это архитектор. Именно благодаря ему дома бывают такими разными и красивыми. Прежде чем начать стройку, строитель получает от архитектора подробный план дома. После того, как архитектор придумал дом, он делает уменьшенную копию будущего дома. Она называется макет, чтобы посмотреть, как выглядит дом на самом деле. Архитектор работает не только в своем кабинете, но когда дом уже строится, он приезжает на стройку и проверяет, если дом строится именно так, как он придумал. Вот архитектор. Он пришел посмотреть, правильно ли построили новое здание. Ой, посмотри, на верхнем этаже не установили два окна. Давай поможем нашему архитектору подобрать окно нужной формы. Посмотри внимательно, какая форма окна подойдет. Правильно! мы помогли архитектору. Мы молодцы! Гоночный автомобильчик Вихрь мчался по дороге и вдруг увидел машинку с огромным рюкзачком на крыше. Она важно куда-то ехала. Интересно, подумал Вихрь, обгоняя ее, зачем ей такой большой рюкзак? Тут он увидел еще одну машинку и не простую, а строительную. Она ехала с огромным букетом цветов. Надо же, подумал Вихрь, вроде обычный осенний день, а так много необычного происходит в нашем городе. И тут он увидел грузовичок, а в кузове у него большой странный шар. Все это очень необычно, с этим надо разобраться, сказал сам себе Вихрь. Необычный осенний день. Ребята, сегодня первый день осени, и я увидел кое-что необычное, пока проезжал по городу. Я решил в этом разобраться. Я узнаю у машинок, куда они все едут. Эй, грузовичок, постой! Что у тебя в кузове и куда ты едешь? Грузовичок ответил Вихрю, что едет он в школу и везет в своем кузове глобус. Это маленькая модель нашей планеты. А еще, что он очень спешит. Я знаю, что такое школа. Это место, где дети учатся. Строительная машинка, куда ты едешь? Строительная машинка рассказала, что едет в школу, а букет для учителя. Для учителя? А, конечно, учитель это тот, кто учит детей в школе. Постой, машинка, что за рюкзачок у тебя и куда ты едешь? Машинка объяснила, что это не рюкзак, а школьный ранец. Везет она в нем учебники, а едет она в школу на уроки. Как же это все интересно! Поеду, узнаю еще что-нибудь. Вихрь ехал по городу и размышлял. кто мне объяснит, что это за день такой и почему все едут в школу? Тут вихрь услышал, что подъезжает какая-то машина. Это был школьный автобус. Спрошу-ка я у него. Дедушка автобус, ты тоже едешь в школу? Конечно, я же школьный! Рассмеялся автобус. А что это сегодня за день необычный? Автобус ответил. Поехали! Узнаешь все по дороге! Вихрь! Вихрь! Радостно кричали дети. Они объяснили гоночному автомобильчику, что сегодня первый школьный день, день знаний. В школах начинаются уроки. Детки приехали в школу, а вихрь поехал дальше. Я еще в школу не хожу. Я пока хожу в садик. Сегодня и у нас в садике день знаний, потому что мы тут тоже учим много всего интересного. Веселая новогодняя викторина Приближается Новый Год. В маленькой деревушке в самом сердце заснеженного леса стоит маленький домик. Тихо идет снег. Ах, как весело выбежать на улицу и поиграть в снежки. Ух ты! В какое время года мы встречаем Новый Год и играем в снежки. Весной, летом, осенью или зимой? Ну, конечно, зимой. Зима – чудесное время года. И дети, и взрослые все любят зиму за ее особенные зимние праздники. Красиво падает снег. Все лепят снеговиков, играют в снежки, наряжают елки и готовят подарки. Когда наступает зима, становится очень холодно. С неба падает снег, а мир вокруг становится белым, как будто покрытым снежным покрывалом. Рядом с маленькой деревушкой протекала небольшая речка. С каждым днем становилось все холоднее, а вода в речке стала замедляться, и на поверхности воды появился необычный твердый слой. Скажи, чем покрывается зимой поверхность воды? Слоем бетона? Может быть, слоем шоколада? Или слоем льда? Конечно, слоем льда покрываются зимой водоемы. С каждым днем вода все сильнее замерзает, корочка льда становится все толще и толще, пока вся река не покроется гладким, блестящим слоем льда. Смотри, речка стала похожа на сверкающую дорогу. Детки любят лепить зимой снеговиков, и хотя на улице мороз, эта веселая зимняя игра согревает и веселит. Скажи-ка, из чего мы лепим снеговиков? Из желе? Из зефирок? Из мороженого? или из снега? Ну, конечно, из снега, поэтому его и зовут снеговиком. Знакомьтесь, ребята, это наш волшебный снеговик, он тоже любит зимние праздники. На улице холодно, идет снег, а в маленьком домике тепло, горит огонь в камине и светит яркими огнями елка. Все с нетерпением ждут праздников. Слышите, ребята, звенят колокольчики. Это волшебные сани с подарками для детей, но из-за снежного облачка не видно, кто же везет нам подарки. Пират, зубная фея или Дед Мороз? Кто едет в санях? Правильно, это Дед Мороз. Он живет на Северном полюсе. Дед Мороз добрый и любит приносить радость детям во всем мире. Поэтому каждый год Дед Мороз наполняет свои сани подарками для мальчиков и девочек и отправляется в путь. Он летит по ночному небу, пролетая над крышами домов по всему миру, даря подарки, сея радость и веселье. Совсем скоро настанет долгожданный праздник. Крошка Антошка поздравляет всех деток и родителей. Желаем всем в Новом Году счастья, радости, исполнения желаний. Пусть Новый Год будет полон счастливых приключений, любви и смеха. Пусть все мечты сбудутся. Верьте в себя, идите за своей мечтой и будьте добрыми друг друг другу.